Голчонок, хватай-ка Так и стал дядя Фёдор жить в деревне. И люди в деревне его полюбили, потому что он не бездельничал, всё время делом занимался или играл, а потом у него забот прибавилось. Узнали люди, что он зверей любит, и стали ему разных зверюшек приносить. Птенец ли от стаи отобьётся, зайчонок ли потеряется. Сейчас же его берут и к дяде Фёдору, а он с ним возится, лечит их и на волю выпускает. Однажды у них Голчонок появился. Глаза как пуговицы, нос толстый, сердитый-присердитый. Дядя Фёдор его накормил и на шкаф посадил. И назвали Голчонка хватайкой. Он что не увидит, всё на шкаф тащит. Увидит спички на шкаф, увидит ложку на шкаф. Даже будильник на шкаф перетащил. А взять у него ничего нельзя. Сразу хватай-ка крылья в стороны, шипит и клюётся. У него на шкафу целый склад получился. Потом он немного подрос, поправился и стал в окно вылетать. Но к вечеру обязательно возвращался. И не с пустыми руками. То ключ от шкафа притащит, то зажигалку, то детскую формочку. Однажды даже соску принёс. Наверное, какой-нибудь малыш спал в коляске на улице, а хватайка подлетел и соску вытащил. Очень дядя Фёдор боялся за Галчонка. Плохие люди могли его из ружья застрелить или палкой стукнуть. А кот решил Галчонка к делу приучать. Что это мы его зря кормим, а? Пусть пользу приносят. И стал он Галчонка учить разговаривать. Целыми днями сидел около него и говорил. Кто там? Кто там? Кто там? Шарик спрашивает. Чё тебе? Делать нечего, а? Ты бы лучше песни какой выучил или стихотворению. Ну, вот, например, «Переплелись на шестёжке-дорожке, Мои полботинки твоей босоножке». Или вот эта вот песня подходящая. «Рубь затену, да вас завоз, полтора заперевоз, Чечеви цвикою, а я сижу чирикою, И наворочься назад!» Кот отвечает, «Песню я и сам петь могу, Только от них пользы нету». «А твоего кто там, какая польза?» «А такая!» «Уйдём мы в лес за дровами, Дома никого не останется, Любой человек может в дом зайти и унести что-нибудь. А так придёт человек, начнёт в дверь стучать». Галчонок спросит, «Кто там?» Человек подумает, что дом кто-то есть И ничего воровать не станет. «Ясно тебе!» «Ну ты же сам говорил, что у нас красть нечего!» «Спорь, Шарик!» «Ты даже меня брать не хотел!» «Хы-ы-ы! Это раньше было!» Объясняет кот. «А теперь мы клад нашли!» Шарик с котом согласился И тоже стал учить Галчонка, кто таму. Целую неделю учили его. И, наконец, Галчонок выучился. Только кто-нибудь в дверь постучит Или на крыльце затопает, Хватайка сразу спрашивает, «Кто там? Кто там? Кто там?» И вот, что из этого получилось. Однажды дядя Федор, кот и Шарик Пошли в лес грибы собирать. И дома никого не было, кроме Галчонка. Тут почтальон Печкин приходит. Он в дверь постучал и слышит, «Кто там?» «Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка», — отвечает он. Галчонок опять спрашивает, «Кто там?» Почтальон опять говорит, «Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Только дверь никто не открывает». Почтальон опять постучал и опять слышит, «Кто там? Кто там?» «Да никто!» «Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка».» И так у них целый день продолжалось. «Тук-тук!» «Та-дам! Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Тук-тук!» «Та-дам! Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка».» Под конец уже Печкину плохо стало. Совсем его замучили. Он на крылечко сел и сам стал спрашивать, «Кто там?» А Галчонок ему в ответ, «Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Когда дядя Федор и Матроскин с Шариком домой пришли, они очень удивились. Сидит почтальон на крыльце и одной тоже говорит, «Кто там? Кто там? Кто там?» А из дому одной тоже слышится, «Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Еле-еле они почтальонов себя привели и чаем отпоили. А когда он узнал, в чем дело, то он не стал обижаться. Он только рукой махнул и две лишних конфеты Мишка на севере в карман положил. Академия 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 Субтитры создавал DimaTorzok